Хочу вам рассказать о технике, которая называется минеральная роса. Это все выполнено при помощи натуральных самоцветов полудогоценных камней. А вместо холста используется пластиночка белого мрамора. Краски изготавливаются вручную. Берется, к примеру, вот это малахит. Берется порода камня, помещается в такую ступку. Вручную минералы дробятся пестиком ступки, и после того, как они из толчины, они уже просеются через много-много таких ситечек. Вот когда камень из толченой просеян, он выглядит как тоненький-тоненький песочек. Вообще техника не сильно отличается для меня, как для художника. Это живопись. Дробленные камни я между собой перемешиваю и получаю любые оттенки, точно как и нормальные краски. Берется кусочек изображения, намазывается клеем, и пока клей не высох, маленькой ложечкой мы закрываем эту поверхность. Так делается первый подготовительный слой, потом все будет гораздо сложнее и тоньше. Сначала делались в этой технике пейзажи, и спустя где-то больше года поступил заказ на то, чтобы сделать изображение семистрельной Богородицы. Я какой-то период сомневалась, и думала, как, что, то есть что это такое, потому что на тот момент я не была ни крещена в православии, никогда икон не писала, и ничего об этом знать не знала, в общем-то. Но потом я подумала, что ничего плохого в этом быть не может, я же изображаю Бога, почему нет. И написала первый раз семистрельную Богородицу. Через несколько месяцев те люди, для которых я это делала, сказали, что кому-то показывали это изображение, они услышали, что эта икона намоленная. Ну и спрашивают у меня, как у тебя получилось? Я говорю, да, понятия не имею, как она намоленная. После этого случая я стала больше интересоваться не только всякими сакральными вещами, которые мне были всегда любопытные, но и непосредственно православием. И дальше стала писать. История христианской культуры ведает шмат иконописных творов, которые, конечно, имеют великое значение. И, конечно, они не заменяют Бога, а они наближают до Бога. И не особо задумывается, что чем больше выдатный образ иконописный, то он ближе, знаходит дорогу до сердца и допомогает зразуметь наши духовные вершины, наши христианские иерархии, наши христианские каштонности. И тому творчество включились мостаки, мостачки, которые по властной инициативе, по властному ожиданию пробуются заполнить эту нишу, запотребованную нишу. И одна из таких холена гордона. Меня вражает, что она малюет такие иконописные миниатюры. Это досково не поширенный жанр в таком сакральном живописи. И это монадметное. Живой образ – это была моя первая персональная выставка в Минске, когда я осознанно поняла, что это потребность моей души и моя обязанность показать то, что я делаю широкой публике. Потому что многие годы я, в общем-то, это не демонстрировала. Это был итог моей 10-летней работы. Мне особенно подается, что иконописное заслуговое право выставляться не только в храмах, но иконописные творы могут заявляться на экспозициях. Вот такой плюрализм нашего часа, и он как раз и отповедает вот такому, можно сказать, подходу. Тем более, что мы пережили такие тяжкие, такие долгие период безбожництва, что мы имеем некую вину перед историей, и мы должны компенсовать. С другой стороны, я лечу, что нам вельми не хватает выставовых проектов, которые как раз могли бы быть пресвечены христианские тематицы. И вот приемно, что являются ауторы, которые достойны таких выставок, что они могут принять активный дел и будут гуртовать вокруг себя и не только грядачов, захопленных, а и однодумцев. И это вот такая тенденция, такие керунки будут шириться. И я думаю, что вот у Алины Гордуна в этом сенсе есть перспективы, и хай ей все эти зорко, натхнение, и хай этот Божий дар развивается и приносит нам любовь, добро, радость життя. Я на себя ощущаю больше как художник или человек со своим специфическим мировоззрением. Поэтому я считаю, что мне нужно подписывать свою работу. Я подписываю их сзади. То есть я подписываю деревянный оклад, он отдельно, совершенно. Он рассыпется раньше. Я думаю, лет 200-300 это сгниет, а это нет.